Поговорим мы сегодня про асинхронную обработку и многопоточность. Вот немножко рядом и такие вещи, которые стоят рядом. И я расскажу о своем опыте. Зачем это нужно? Если бы мы об этом не задумывались, то даже простая операция, как переключение слайдов, скорее всего, было бы что-то такое. Вам нужно было ждать какой-то там, в лучшем случае, спиннер, лутбар. Если бы даже я кликал бы, это все не помогало бы. Поэтому, думаю, что-то полезное вы найдете, как оптимизировать. Зовут меня Игорь Фисенко. Увлекаюсь C-sharp, мейджером, джаваскриптом. Приходится на работе заниматься. Я Microsoft MVP. В принципе, если нужно больше информации, можно на сайте. На сайте доступна презентация, исходные коды, то, что буду показывать. Но поговорим мы сегодня о базовых концептах, потому что уровень поставили, что all, все. Просто быстренько синхронизируемся, пробежимся по, скажем так, вещам, чтобы говорили на одном языке. Я расскажу о проблемах, с которыми столкнулись, как решали. И я надеюсь, что вы не будете тратить столько времени. Ну и, соответственно, что мы выучили с этого. Многозадачность. Многозадачность не была, но мы сегодня будем говорить про multithreading. Это частный случай многозадачности. Есть типы, просто чтобы вы понимали, есть вытесняющая многопоточность, есть кооперативная многопоточность. Кооперативная это, если у вас есть UI-сред, есть message loop, когда вы делаете какую-то работу и потом говорите, я работу сделал, пусть кто-то другой поработает. Когда у нас вытесняющая, то система нам дает квант времени и сама управляет, скажем так. Это вот таски, да, thread pool. В принципе, в дотнете есть и та, и та работает. Вот, также вы можете обеспечивать разными, скажем так, способами. Мы сегодня поговорим про среды и таски, но также это могут быть в принципе и процессы. На процессах тоже можно строить. Я говорю те, которые там запускаемы. Чтобы немножко синхронизироваться, что такое синхронный процесс? Вот у нас есть thread, есть таска начала выполняться, например, она обращается куда-нибудь там к файлу. Обратилась, послала на драйвер запрос, мне нужно прочитать такой-то файл. Драйвер говорит, хорошо, я начинаю читать, и вы все в это время ждете, сидите. То есть то же самое, что ваше белье закинули в стиралку, говорит, постирай. И сидите, смотрите в нее и ждете, вот как крутится, смотрит. Вот это то же самое, блокируется. Как запипикала она, простирала, вы достали, все, операцию вы сделали. Соответственно, так работает синхронно. Дальше потом можете идти ужин готовить. Но это не очень хорошо с точки зрения организации. Вы понимаете, представьте, если бы так по дому были, то это бы не только там выходные уходили, это вся рабочая неделя бы уходила. А синхронное это вы, например, закинули тоже белье в стиралку, включили, оно стирается, дальше пошли там готовить ужин и тому подобное. То есть там операция выполняется, вам будет сообщение о том, что все закончено, можно прийти забрать. То есть то же самое и здесь. У вас есть thread, thread один, задач много, но пока вы ждете от файловой системы и тому подобное, скажем так, какого-то отзыва, то вы можете выполнять другую работу. Вот это асинхронность. Соответственно, есть еще многопоточность. То есть поэтому получаются семьи, в принципе, чтобы можно было сразу распараллеливать. Кто-то стирает, кто-то убирает. Также здесь может быть и асинхронность. Соответственно, как бы для каждого потока может быть и асинхронность. То есть многопоточность и асинхронность, в принципе, это такие понятия, которые всегда связаны с собой. Но больше мы будем говорить про асинхронность, потому что нельзя все вместе в один доклад вместить. Но будем немножко задевать. То есть я думаю, с этим все понятно. Тут ничего сложного нет. Асинхронное программирование. Паттерн – это такой, скажем так, селф-тест, проверить, насколько давно вы с дотнетом. То есть если вы там застали еще begin, там end, асинхронная программированная модель, это то, с чего начиналось. Потом появился event-based асинхронность, такой паттерн тоже с событиями. Вроде бы хорошо, вроде бы асинхронность, но пользоваться этим было очень-очень сложно, непонятно, никто не понимал, что, как делать. И, слава богу, вам это не надо. То есть если кто-то с этим не сталкивался и все хорошо, здесь они как раз приведены зачеркнутым, то есть это уже деприкейтит официально. То есть что вам нужно знать? Это tab, да, task-based асинхронность паттерн. Асинковейт – таски. Какая есть у нас проблема у наших long-running оперейшенов? Нужно понимать, где они запускаются. Как я говорил, блокируется ваш поток или нет. Под блокируется, мы понимаем, что он не делает ничего полезного. Если он правда что-то делает, то в принципе это нормально. Проблема, если он ничего не делает, просто сидит и ждет. Ну представьте, если бы вам платили за то, что вы просто сидите и ждете. То же самое и здесь. Вы заплатили за свой процессор, вы не хотите, чтобы какой-то поток сидел там и ждал на его ядрах, ну грубо говоря. Вот. Есть два типа блокировки основных. CPU-bound, да, это то есть такие тяжеловесные, скажем так, операции. Мы чуть-чуть детально поговорим дальше. И есть IO-bound операции. То есть это тоже, что нужно знать, когда вы начинаете говорить про какие-то операции, ой, это тяжеловесное. Всегда говорите, или это CPU, или IO-bound, или это какой-то миксит. Это очень-очень важно. Какой импакт от этого всего может быть? Для клиентских аппликейшенов, да, под клиентскими аппликейшенами я понимаю, это presentation layer какой-то, да, это WinForms, WPF, такие вот вещи, у которых есть UI-ный thread. Вот. Соответственно, что-то может быть, там может быть проблема с респонсом, да. Вы нажали кнопку, что-то пошло, что-то делается, все, да. Хорошо, что у вас есть стандартный скрин Windows, который говорит, приложение не отвечает и не разрешает больше ничего нажать. Есть серверные аппликейшены, с ними как бы тоже есть проблема, да. Если, скажем так, не совсем правильно имплементируете вашу бизнес-логику, то может получиться так, что пришло 100 пользователей и все, сервер не отвечает. Хотя классная машина, да, и тому подобное, смотрите там реквесты в очереди и тому подобное. Это все с тем, что, ну, скажем так, есть ограничения хардверные и софтверные, как работает ваша операционная система. Как я говорил, CPU-bound, как понять, CPU у вас или нет, да. Ну, то есть это какие-то вычисления, то есть сложение, умножение, там, деление, циклы и все, к чему этому приводит, да. То есть это то, что, скажем так, тут CPU нужно считать, там, сериализация, десериализация, да, ну, скорее всего, там, это какие-то CPU. Для этих вещей всегда используйте какой-нибудь там parallel for each, task, factory, start new, task run и тому подобное. То, что выполняется на средпуле. Вот, это надо запускать в средах на средпуле. Есть IO-bound операции, да. Как я говорил, IO – это все, что связано с нетворком, например, с аксессом в файловую систему. Это то, что делается уже на уровне ядра. То есть это так называемый true async, да, то есть эта имплементация, она не появилась и просто так, да, то есть что они просто что-то там добавили супер в код. Нет. На самом деле это идет дальше. Это идет в unmanaged код, то есть это еще идет на уровне драйвера, да, то есть ядра системы. Там, соответственно, есть такая вещь, называется IO-completion port. То есть вы говорите драйверу, прочитай мне вот это и все. И вы уходите, драйвер отпускает и говорит, я тебе сообщу, когда я прочитаю. И все. И вы довольны, можете делать что-нибудь другое. Ну, я не знаю, это как бы работа вы делаете больше, никогда не простаиваете, но с точки зрения потоков это хорошо. То есть он не простаивает, потому что обычно потоки грустят, когда они простаивают. Вот, поэтому для этого нужно использовать await. Да, то есть для всех IO-операций, где это еще true async operation, мы чуть дальше поговорим, что такое не true async operation. Нужно использовать await. Да, то есть это то, что вам позволит производительность. Мы подходим к ключевому слову async. Я думаю, что в принципе все понимают, что это как бы синтаксический сахар, да, грубо говоря. Это какой-то ремоделинг вашего кода. Я в принципе до сих пор это называю magic callbacks, метод, ну, потому что правда, ну, это magic. Потому что что там происходит, это довольно сложно. Но я думаю, что все в принципе, да, смотрели, что там генерирует, когда вы пишете async для методов. Да, все в принципе видели. Я просто не хотел бы сильно на этом останавливаться. Я хотел бы показать основные моменты, чтобы вы понимали, что это правда сложно. У меня есть пример. Слева это код, который, скажем так, пишем мы в здравом уме. Справа это то, что получается. Ну, или как бы я помню, когда начинал писать, то это примерно так. То есть если вы справа видите такой код, то я рекомендую вам кода-ревью процессы ввести на проекте. Ну, то есть если у вас такой есть код в продакшене. Что здесь делается? У нас есть переменная find.me. Консоль в write line 1. И вот такая вещь, кстати, я думаю, что не все используют. Есть возможность выводить в консоли синхронно тоже. Потому что это IO. И в принципе, если вы очень часто выводите и тому подобное, посмотрите, это такой как лайфхак. Есть возможность тоже оптимизировать. И пишите await, console, out и write line async. Что из этого всего получается, все в принципе знают. То есть у нас кто-то сравнивает с EL, кто-то там continue with. Но базовые вещи довольно простые. У нас есть асинхронная машина состояния, которую мы реализуем. Есть move next у нее. И, соответственно, дальше вы все помните, что это конечный автомат. И, соответственно, мы переходим с одного, скажем так, в другое условие. В принципе, довольно просто. Но смотрите, две вещи, которые нужно запомнить с кодом, скажем так, чтобы понимать. Если у вас таск уже закончен, который вы awaited, то управление вернется сразу. И все, что вот этот continuation, он будет продолжен. То есть сразу выведется, ну тут result у нас будет, сразу будет выводиться, скажем так, все, что написано здесь после await, весь continuation. И это будет синхронно. Но к этому мы еще вернемся. То есть если у вас таска закомпличено, то это будет мега-мега быстро. Почти где-то в два раза. Какая есть еще нюанс? Смотрите, код генерируется сложный. На самом деле, ну, правда очень сложный. То есть теряются все ваши оптимизации. Да, мы знаем, что там JIT и тому подобные команды борются, скажем так, чтобы по максимуму оптимизировать код, который вы пишете. То есть чтобы вы не задумывались, а просто писали. Такие вещи, наоборот, не позволяют делать какие-то оптимизации. Также тут есть нюансы. Если вы посмотрите, например, здесь объявлена переменная, которая используется и в методе, который асинхронно awaitится, и после методов continuation. Для того, чтобы это было доступно, компилятору приходится объявлять этот метод, ой, не метод, а эту переменную у себя как property машине состояния в своей структуре. Но хорошо, что благо это структура. То есть если у вас есть возможность, например, как-то реорганизовать это, что он генерировал, то вы получите это уже как локальную переменную. То есть если я вернусь назад, то здесь мы ее сюда записываем, потому что дальше мы здесь вызовем. Соответственно, локальные перемены, время жизни и тому подобное. Это может быть не строка, это может быть какой-то ваш объект сложный. То же самое, как с yield return. Если есть возможность использовать все, скажем так, до того, как вы вызвали этот метод, и не засовывать continuation, то, пожалуйста, делайте. Потому что очень правда видно, там расчеты какие-то производятся, переменные, как мы привыкли, объявили все вверху, объявили все вверху, а потом внизу посчитали. Ну и начинается писать, то есть в принципе уделяйте это внимание, тогда ваши перемены не будут дополнительно захватываться. Это хоть и структуры, но все равно. Таски – это iDisposable вещи. Есть свои нюансы. Также смотрите, я встретил один раз, но есть такая вещь. Код генерируется, его много генерируется, соответственно, оптимизация много теряется. А wait – это очень, скажем так, по перформансу бьет. Если вы случайно где-то используете дайнемик, то посмотрите, есть ли у вас возможность сразу закастить и не использовать дайнемик. А wait – от дайнемика. Потому что wait – от дайнемика, это значит, что вы получите еще больше, даже просто уменьшу, чтобы вы понимали. То есть это мы еще не дошли, они тут пытаются с дайнемиком разобраться. Ну то есть на самом деле это сложно. И потом, когда они разбираются, они вот здесь только пытаются получить его авейтер. И то не сразу. Они получаются его как iCritical Notify Completion, это больше как авейтер писать, и потом уже что-то выполняют. Просто работа, скажем так, впустую. Также смотрите, какой есть нюанс. С дайнемиком это такой более академический, наверное, случай, но бывает. Более реальный случай – это добавить try. Try довольно интересная вещь, и можно обвернуть await, почему бы и нет. Тут, кстати, вы видите, что, может быть, обратите внимание, такого не было, await написан finally. Вы помните, что нельзя было раньше писать await в кетчах и await finally. Теперь уже можно писать, это хорошо. Ну как уже можно, уже давно можно писать, но все равно. Какая здесь проблема? Так как нужен try, и так как это конечный у нас автомат, то нам нужно это все сгенерировать. Мы не имеем права прыгать сразу блок в try. То есть вот это ограничение, когда вы не можете поставить лейбл в блоке try и сделать туда go to. Соответственно, чтобы это обойти, компилятору приходится генерировать switch. То есть, и соответственно, код уже не становится простой. У него становится switch, и начинает идти куча go to. То есть код еще более раздутый. Если у вас есть возможность, например, try не использовать, скажем так, в этом подходе, прокинуть дальше exception, то посмотрите, как это можно. То есть иногда бывает вложение из try'ов просто. То есть чем больше я вложу try'ов, тем больше у меня будет этот switch и куча go to, соответственно, которая логика никак не оптимизируется. Ни branch prediction, ничего не работает. Ни всякие там, скажем так, различные другие техники. Соответственно, код просто разрастается невероятно. Возможно, можно записать проще. Возможно, можно вернуть код, обойтись без exception. Это очень сильно влияет на performance. Какие есть более проблемы? Сейчас вернемся вот к опыту, что сравнивалось, особенно когда sync await сяли в команде. Это было как раз так интересно проект. Мы переходим на sync await. Это знаете, когда там где-то в самом-самом нижнем методе написал sync и все и понеслось вот туда вот так вот наверх. Все надо теперь писать осинками. И в принципе мы переписали, все довольны, все хорошо. Но потом вот такая вот есть. Оно работает почти, но не на 100% стабильно. Как оказалось, мы долго на это потратили время, но довольно банальная вещь. Был использован sync void. Ну еще там дальше были await пропущены. Мы сейчас про это поговорим. Какие side effect от этого есть. Но это, скажем так, была проблема. Я думаю, что все услышали, как бы знают. Это довольно… Давайте вернемся сюда в код. Проблема у нас… Есть async void. Говорят, что async void писать не стоит. Почему не стоит писать? Надо разобраться, потому что иногда он необходимен. Есть все-таки вещи, где там не обойтись, особенно event handler и тому подобное. Но просто нужно понимать, какие у вас есть проблемы. Есть у меня async void, обычно await ask delay, throw new invalid operation exception. Да, есть у нас тут вот started, да, что мы в блоке cache, да, там finished. Вот. Как вы думаете, поймаю я exception или нет? Кто думает, что я поймаю exception? Кто думает, что я не поймаю exception? Хорошо, отлично. А еще такой вариант, как вы думаете, этот exception я не поймаю. Он вообще не появится? Оно у меня тихо будет? Или я просто как-то его по-другому поймаю? Да, то есть это будет unhandled, и причем самое серьезное будет, если я запущу, оно попадет в мой, скажем так, thread главный, мой synchronization контекст. То есть если вы сейчас тут посмотрите, ой, это не то мы запускаем, мы должны запустить async void. Запустим такие кнопочки маленькие, вот тут приближу. Да, и вот тут вот самое главное, видите, вот это происходит, что не хочется вообще. То есть у вас попадает не то, что вы exception не ловите, а он вам еще весь процесс ломает. Вот. И вот это, соответственно, большая беда. В принципе, довольно просто кажется, ну, мы потом это поняли, узнали, все хорошо, но есть момент, на котором мы поймались. Мы все знали, что плохо писать async void, но что мы делали? Мы его нигде не писали в методах, но у нас очень много использовалось лямбд. Соответственно, были методы, которые принимали у нас лямбды. То есть, ну, как бы, сам метод, если посмотреть его сигнатура, она довольно простая, то есть это action. Ну, всегда хватало, action хорошо, но если мы вспомним, что такое action, action это void, то, что возвращает void. Соответственно, мы получим тут тоже самую проблему, но здесь явно не указано. И вот здесь вот ловились разработчики. Что в этом случае делать? Вместо action везде писать для синхронных вещей func, который возвращает task. Это решает проблему. И самое, что интересное, компилятор сам выберет правильную. Да, то есть у меня объявлен section, и объявлен func task. Соответственно, он мне выберет сейчас func. То есть, что довольно удобно. Есть другая проблема, на которой мы очень много потратили время, потому что здесь очень много магии привязано. Есть такой же код. Сейчас чуть-чуть мы сделаем вот так вот. Есть код. Это .NET framework, full framework. Здесь было много вещей. Здесь async install есть у нас метод. Он вот здесь вот объявлен. Он на самом деле объявлен task. Все честно. Никто уже не писал как бы с разработчиков в avoid. Знали, что плохо. Ну, к сожалению, забыли await. Но ничего, как бы это страшно. Оно как-то работало в этом случае. Асинхронно. И мы, в принципе, получили такую проблему, что на продакшене оно падает, а у нас локально ни у кого не падает. И на тестинг, и на стейджинге. Все хорошо. Все работает. То есть, если его запустить, вы видите, что… Ну, не видите. Я тоже плохо вижу здесь, но поверьте мне на слово. Здесь стартит, финишит, и ничего не упало. Все работает. Все хорошо. Проблема оказалась в следующем. Это все работает. Обычно как мы дебаг сессии делаем? Да, ну, это такие небольшие сессии с какими-то данными, кусочками. На продакшене работает, к сожалению, все по-другому. Меня это немного расстраивает, что там все работает по-другому. И там вызывалась такая забавная вещь. Гарбаш коллектор. Я его сейчас вызову руками. Вот, но периодически. То есть там поработало-поработало, надо собрать мусор. Запускаем. Раз. Раз. И упал exception. Мы просто добавили, добавили gc-collect. С этим долго разбирались. И оказывается, в этом случае почитали спеки. Есть интересная вещь. Поведение. Вот. Дотнет-кор это вы уже не застанете. Если вы работаете с фреймворком 4, 5, у вас тоже это будет сайлент, все. А вот если фреймворк 4 было тогда на тот момент, там есть такой нюанс. Таски это и disposable объекты. Соответственно, что здесь? Мы создали как бы таску, бросили, все нормально, мы отработали. Но когда гарбаш-коллектор добрался до нее, уничтожать, в ней был exception спрятан. Он смотрит, зашел в финале, это dispose, смотрит, что таски есть exception, он прокидывал этот exception наверх. Этот exception никто не обрабатывал, соответственно, и крушил наш процесс. Вот. То есть это понять было очень сложно. То есть найти такой как бы, ну, exception просто падал. Тут, если посмотрите, тут вообще такая как бы неразбериха, там вейтинг, он таск, а мы тогда только осинковые это знали. Такие, что это такое. Вот. Поэтому что я рекомендую сделать? Чтобы у вас не было таких сейчас проблем сайлент, если вы сидите на .NET фреймворке, повторяйте поведение 4.0, скажем так. Чтобы у вас, потому что exception, вы знаете, это, ну, операции дорогостоящие, а если у вас они где-то там сыпятся по таким простым причинам, то это влияет на перформанс, вы даже не узнаете. То есть в дебаг, билдах, пожалуйста, включайте вот такую вот вещь, там есть вот эта ссылка в true. Вы сейчас, если вы на .NET Core Production, у вас будет silent просто падать и все. Да, то есть перформанс будет у вас ухудшаться, но это не критично. Вот. То есть тут вот есть презентация, да, то есть про sync avoid. Ну, это очень плохо. То есть на самом деле нельзя ничего узнать о том, что произошло. Это реально, если вы пишете какой-нибудь метод, который правда, вы запустили и уже забыли про него. Вот. То есть, ну, и он вообще не нужен. И, возможно, даже непонятно, он случится или нет, что-то там произойдет. Ну, желательно его помечать. Ну, то есть как бы в названии писать, да, там fire and forget какое-нибудь такое, чтобы это было понятно. Вот. Что для этого может вам помочь с автоматических тулов? Самое простое, к чему мы пришли, это unit test и reflection. Reflection просто пробегается по всем сборкам и вытягивает все методы, у которых есть async state machine и которые возвращают avoid. Довольно просто. То есть есть даже примеры. Вот, vs extension, есть их куча, есть Roslyn аналайзеры, да, но желательно еще проверять это где-то на CI. Пишут люди очень много такого. Про exception немножко еще хотелось сказать, к чему мы пришлись. Кстати, вот прочитайте эту фразу, на самом деле она мне очень понравилась, я думаю, она отражает наше состояние. Нам запретили какие-то плохие дяди писать go to, поэтому мы стали exception писать. Если тебе, чтобы нам надо подняться наверх, мы кидаем exception и там где-то вверху ловим. Реально это стало как-то enterprise level go to. Но хотел я вам показать другую вещь. Как понять, используется у вас async await или нет? Все довольно просто. Просто попросите кинуть логи exception. Если кидают логи exception, я сейчас вот даже запущу result, то обычно это происходит такая большая-большая, вот она мне то, вот она, простыня текста, где вы пытаетесь что-то разобрать, смотрите кучу async await, get, там task, какие-то set result и тому подобные вещи, и потом, когда читаете, уже забываете вообще, зачем оно это все нужно, что вы здесь смотрите, что вы сидите. То есть, ну, выглядит это примерно вот так вот, да, то есть вы смотрите там метод какой-то, сроун, 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 и потом уже забываете, что я вообще делаю здесь, искал, да, мне уже и домой пора. Есть хорошие экстеншены, которые позволяют это все отфильтровать. Я, например, подключил сейчас async friendly stack trace, который натравил. Он, скажем так, это все отфильтровал и уже понятно, что куда. Мы использовали, но в последнее время мы переключились на BAN, я думаю, Бен Адамса все знают, BAN demystifier nuget package, он немножко чище, делает проще и не только для async await, то есть обрабатывает методы. То есть все, что не нужно, и вот эти internal, вот эта инфраструктура, он ее просто отрезает и убирает. И, соответственно, у вас получается логи, которые можно записать. Например, если вы работаете с application insight, то логи, которые с async await, у нас call stack, он даже не помещается, он там обрезается. Event log Windows, у него тоже есть ограничения. То есть очень часто вы получите, что у вас async await метод упал, и не один, и все. Ну, просто вас уведомят, но вы не сможете по ним разобрать причину. На самом деле вот такие вот вещи очень сильно помогают. То есть поэтому обратите внимание. Есть еще также от stack exchange платформы, exceptional utility stack trace, они тоже делают. Если кому-то нужен пример, как это сделать с помощью регулярки, они написали вот такую вот здоровую регулярку, как это все отрезать, довольно интересно. Ну и сейчас есть proposal от ISP.NET Core Team по поводу API для того, чтобы работать с async call stack'ами и получать вообще в системе нативно, чтобы вам не нужно было какие-то пэккеджи подключать, скажем так, эксепшены были читаемые. Если вы разрабатываете библиотеки или просто пишете какую-нибудь сборку, которая будет использоваться вами через месяц или другими людьми, есть правило по поводу асинхронности. Выставляете асинхронными API только те, которые настоящие асинхронные. True async. То есть, например, вот тут вот есть пример плохой, да, то есть async JSON, Newtonsoft JSON, он сделал, тогда пошла волна, о, класс, у всех асинхронный API, и он обычный API завернул task run в синхронный API. Но это неправильно, это большая проблема, так не нужно делать, да, то есть если он у вас нативно асинхронно, то тогда пожалуйста. Если нет, то просто создайте синхронный метод. На самом деле я предпочитаю подход, когда есть и синхронный, и асинхронный, чтобы я мог менеджить, потому что мое приложение, оно, скажем так, лучше знает, да, как управлять. Ну, по крайней мере, я так думаю, да, то есть не всегда это правда, но обычно я стараюсь такого, чтобы я мог управлять, то есть чтобы я знал, что здесь мне надо синхронно отработать, да, а здесь, например, я хочу синхронно блокировать, но, например, отвечая за scalability, да, то есть тут сродпут и scalability, две вещи. То есть если ваш API, который я использую, асинк будет порождать потоки на средпуле, я честно этого не ожидаю, да, то есть потому что я не смогу тогда проектидабл понять мое scalability сервера, да, то есть я лучше сам буду запускать ваши синхронные в отдельном потоке, чтобы можно менеджить. Вот, поэтому смотрите, то есть, ну, с RedPool такая тоже вещь интересная, да, то есть с его нахождением вот этого оптимального количества потоков и ограничением hardware, то, что у вас есть точка насыщения, да, если я, например, буду думать, что у вас асинки и просто их запущу, скажем так, грубо говоря, параллельно, а там вы нас создаете средов, ну, найдет точка насыщения, когда операционная система вместо полезной работы будет делать, что только переключаться между средами и все. Соответственно, это самое худшее, что может быть, и тогда у вас пойдут 500, и такие вещи очень сложно отловить, потому что я смотрю, я использую синхронные методы, вроде бы казалось IO и тому подобное, а грузится CPU. Есть такая вещь, как синхронизация контекст, я думаю, об этом тоже все слышали, с await'ом две рекомендации, если вы пишете код для application-левела, пишите, скажем так, чтобы тот синхронизация контекст, который вызвал вашу операцию, а continuation проходил в нем, да, то есть, ну, для application желательно. Если вы какую-то библиотеку и сервер, и у вас нету этого синхронизация контекста, да, то как бы, ну, вам смысла нету, и вы можете ставить configure await false. По дефолту стоит true, да, то есть это захватить тот контекст и выполниться, продолжить выполнение на том же контексте. Поговорим про более интересную вещь, которую мы нашли в кодоревью. Давайте я открою. Это у нас async performance. Самая простая банальная вещь. Очень часто у нас есть таск, нужно вернуть, и очень часто в коде можно встретить такую вещь, task from result, когда нечего, ну, надо вернуть таск, и возвращают такую вещь. На самом деле это очень непроизводительно, потому что много локаций памяти, есть хороший singleton task, completed task, то есть возвращаете и все. То есть, я думаю, можно это закрыть. Выглядит это completed task 2.4, да, task from result, это почти в три раза будет вам дороже стоить, будет дольше выполняться. То есть, а так как сейчас async await и проходят во все методы, очень часто это hot pass, да, то есть это critical pass, как приложение у вас работает, вы можете заметить такую большую проблему у себя. Если вернуть task of t, оно для этого уже не работает, да, там task from result хорошо. Есть какие варианты? Из того, что вы встречал. Самый лучший, самый хороший, который бы я рекомендовал, если у вас есть какой-то task of t, закешируйте ее один раз и возвращайте, если вы возвращаете какое-то там дефолтное значение, что-то ваше подобное. Вот. Также я видел, я не знаю откуда, но в интернетах есть такие подходы, task completion source, это сделано для того, чтобы tab ввязать в event, вот эти бази, да, вот старый предыдущий event-бази паттерн, но почему-то его используют очень часто для простых операций, чтобы вернуть task отсюда. Вот такой вот есть метод. Есть, конечно, наш стандартный метод, да, то есть task from result, но это не так плохо. Самый худший, который встречал, пишут ключевое слово async ради того, чтобы вернуть дефолтное значение. Тогда не нужно ни task, ни писать ничего, просто возвращаем и все. Ну, классно и говорят, надо убрать. Не, не надо убрать, тогда надо что-то писать сложное, это не тому подобное. Если посмотреть про benchmark, то получается кэшит таск, да, ну понятно, оно выигрывает, как бы самое, task completion source у нас самое сложное, да, то есть это в 60 раз по сравнению кэшит таск. Task from result, и вот если вы просто пишете async, вот этот вариант, да, то у вас получается, оно немножко лучше, конечно, чем вот это, но это тоже самый плохой вариант, я бы сказал. То есть не стоит так писать, а такой код попадается. И очень часто связано не то, что люди не знают, а это после рефакторинга. Такие вещи находятся ворнингами, поэтому внимательно смотрите ворнинги. Очень часто, если он говорит, что тут async операция, ничего не авейтится. Вы можете получить то, что у вас генерируется вот этот конечный автомат, просто бесполезно. Value task. Value task, я думаю, тоже все слышали, он пришел в C-sharp 7.0. Интересная вещь, занятная. Мы пробовали, у меня даже есть бенчмарк. Он хорошо работает для микси сценариев. Когда вы часто переменные не авейтитесь, они уже готовы, закомпличены, и вы просто возвращаете. Например, кэш. У вас может быть такой вариант, вы лезете в базу данных, взяли с базы данных, положили в кэш, и потом возвращаете с кэша. Потом делаете запрос, смотрите, уже есть в кэше, и вам нужно просто вернуть task от этого, значение. Соответственно, если вы не кэшируете task от этого значения, что иногда для intai это сложно, если вспомнить диапазон, такое не нужно делать, то здесь value task очень хорошо подойдет. То есть в принципе на таких вот, скажем так, тестах, но это синтетические тесты, мы так у себя не смогли почему-то перейти на value task. Получается, что он быстрее. То есть когда у вас миксит, когда вы берете, а вы идите его, или когда просто создаете new value task. Но это связано с тем, что memory traffic меньше, нету локации, потому что value task, он соответственно, это структура, соответственно, это в стеке. Быстрая чистка. И последнее, что я хотел показать по поводу бенчмарка и основную вещь донести. Если у вас есть возможность синхронно вызвать, то вызывайте синхронно. У нас вот есть, например, метод какой-то get data, который что-то возвращает. И есть вызовы разные. То есть я могу его как вызвать? Я могу здесь вернуть вот так вот return away gate data. Это сразу напрямую. Мы взяли как за baseline метод. Я могу его вызвать через async. Async это делает по сути вот такую вот вещь return await get data. А могу я сделать вариант, который я вам рекомендую писать? Не писать здесь await и писать async. Перекидывайте task дальше. Ну, если у вас это task, то зачем вам здесь его разавейтить? Пусть где-то это будет. Очень часто это связано с тем, что в больших системах начинается где-то async, вот этот await в самом низу и соответственно очень часто он проходит. И получается так, что вы просто как бы awaitите в каждом методе. И соответственно для того, чтобы написать ключевое слово await, вам надо написать ключевое слово async. Как только вы пишете async, включается вот это compiler magic и начинается вот это генерироваться, вот этого куча кода. И на самом деле если вы посмотрите, вот у нас direct get via sync, да, он очень близ к нему и via sync, то здесь на 50% хуже performance страдает. То есть если есть возможность у вас использовать синхронную версию без всяких async и прокинуть просто туда task, то прокидывайте. Очень часто это видно там, где мы придерживаемся, скажем так, стандартов OOP и тому подобное. Часто нам нужно это просто завернуть в объекты и иногда мы просто это прокидываем. Поэтому смотрите. Какой с этим еще есть нюанс с async? Будьте осторожны, что все работает не так, как вы хотели. Transaction scope. Если у вас есть транзакции, transaction scope, то пожалуйста смотрите аккуратно, потому что надо включить async flow option. Иначе у вас ничего не заработает. Ну то есть ваша транзакция в случае exception какого-то, который произойдет, он уже будет в другом контексте и, скажем так, ничего не откатится. Ваша транзакция закомплитится. Долго мы искали. Thread local был в коде для того, чтобы хранить переменные. С async, await тоже это не работает штука. Надо использовать async local. Вот, то есть это надо смотреть очень внимательно. Рекомендую посмотреть async x и async utilities в библиотеке. Например, для эквайривания async local для синхронизации. Потому что если вы просто пишете сейчас log, что-то там, объект, вы не можете в этом локе написать await. Ну потому что это сложно имплементировать. Соответственно такие нюансы. Потом всякие inumerable тоже есть awaitable и имплементации, которые очень позволят вам эффективно улучшить код. Из dispose. Dispose такая интересная вещь. Давайте я вам покажу ее. Есть довольно стандартный у нас сервис. I disposable. Тут выводится, что конструктор. Какая-то делается calculation с паузой. Выводится, что calculation там сделан. Есть dispose. Такой стандартный паттерн имплементации. Ну в принципе финализатор. Все окей. Есть два подхода, как писать. Тут, кстати, я вывожу start, finished, start, finished. Есть первый вариант. Записать вот так вот. Да, using там и тому подобное. Return. Я как раз вот говорил синхронно и тому подобное. И поэтому после этого я сразу сказал, когда не стоит писать бы. Вот есть такой вариант записать. Все классно, все хорошо. И есть вот такой вот вариант. Два валидных, два компилируются. Два синхронных. Какая здесь проблема? Есть проблема в том, что когда вызовется dispose. Я запущу сейчас первый и второй. Так, 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 надо не забывать переключаться. И мы видим такую вот картину. Особенно нас интересует первый. Конструктор создался, потом dispose вызвался, а потом произошла calculation. Соответственно, вы уже calculation делали на disposed на там объекте. Да, то есть что вообще уже вы знаете, к чему может привести. То есть если вы хотите как-то с этим объектом работать и тому подобное, то будут большие проблемы. Второй метод отрабатывает нормально. Calculation, потом dispose. Вот, то есть здесь смотрите, здесь аккуратно. Если вы видите какой-то using disposable, то тут должен стоять await, чтобы было ожидание и после того, как выполнился, скажем так, вас continuation. Это про dispose. Про многопоточность. Да, вот последнее мы уже подходим к концу. Пару минут. Я в принципе всегда так думаю, когда работаешь с асинк-авейтом, да, в команде, как среды перебывают машину. Кто, кстати, уже перебывал, наверное, так хотел, чтобы мы поменяли колеса зимние на летние. Но обычно у нас это дольше проходит. По одной простой причине. Ну, это правда. К сожалению, мы тоже далеко не ушли. И очень часто происходят не очень хорошие вещи. Мы пишем… Так, у вас есть… Асинк. Давайте я, наверное, вот этот покажу. Параллел асинк. Есть, наверное, сервис надо. Что у нас есть? Есть какой-то сервис, да, просто, который получает слова. Откуда это получает? С базы, откуда угодно. Available метод, да. И есть, который по этим словам может там получать, например, с пск какие-то подсказки, да, там синонимы и тому подобное. Все что угодно. То есть, например, вы когда вбиваете там .NET в Google, да, он вот такой раз, вываливает список такой, это что можно найти по этому. Дополняет вас. То есть, соответственно, как получается это, что пишется? То есть, обычно мы как бы с await'ом все красиво пишем words, await, get words, да, и потом пошли. Для каждого words'а делаем await, да, то есть await, search suggestion, потом складываем и что-то дальше делаем. Такого кода очень много. Ну, скажу честно, такой код даже это, ну, писал, смотрел, разбирался, ну, потому что await, в принципе, это выглядит очень классно. Это очень просто, магия, запись лаконичная, ничего мне не мешает, оно работает, все хорошо, все классно, но это очень-очень неоптимально. Если посмотреть, давайте вот сюда в тесты, зайдем и запустим их. Вот, как я рекомендую писать, если это у вас правда тросинг операции. Если mixit code, то, пожалуйста, профайлите, оптимизируйте и смотрите. Мы пишем, опять так же самое, получаем get words, потом опять итерируемся для каждого word, но мы здесь не awaitимся, то есть не awaitитесь в цикле. Просто эти таски соберите, ну, вам возвращается таск, холодный таск, он еще не запущен, это очень быстрая операция. Насобирали их и потом просто запускаете таск when all, таски, дожидаетесь все выполнения, и за вас RedPool со своими IO-воркерами сделает невероятно классную работу с точки зрения оптимизации, сам все это, скажем так, раскидает. Но это работает для true async очень хорошо. Если у вас mixit code или CPU bound, то посмотрите в сторону того, как бы лимитировать запросы. Иначе у вас опять будет насыщение с RedPool, и все будет работать медленно. Чтобы вы понимали порядок выполнения, там, где у нас await и в боди цикла, ну, for each await, метод выполняется 10 секунд. Тот, который переписан, когда мы собираем таски, агрегируем, а потом таск when all, выполняется меньше 200 миллисекунд. Ну, то есть это, скажем так, в реальных проектах тоже так. Ну, то есть когда вы меняете совсем немного и получаете большой прирост. То есть если у вас HTTP запросы, это очень классно скейлится. Вот. И еще напоследок такая вещь про то, как работает async. У нас есть такая вещь, как continuation. Как я говорил, вот оно. Мы их запустим сразу, чтобы показать. Если у вас таск уже закомпличен, то у вас не будет никаких, скажем так, дополнительных потоков, которые будет брать ваш continuation и тому подобное. То есть оно все выполнится в одном потоке. То есть это, знаете, как вопрос, то есть говорят там await, да, это значит, что создать поток? Нет. Ну, он за это все не отвечает. И если мы посмотрим, например, когда у нас таск закомпличен, я возвращаю просто таск там или from the zal, да, или, как я говорил, лучше писать таск, complete и таск, то все выполнится, все, что идет после таска, выполнится в том же среде. Если у вас таск нужно посчитать, то continuation у вас, скорее всего, будет выполнен уже в другом потоке. Да, у меня тут как раз две, и, соответственно, такой вот нюанс. Это тоже нужно понимать, потому что могут быть проблемы, если вы где-то написали configure await false, например, и это вызывается в UI среде, то это может быть уже не вызвано в UI среде. И, соответственно, будете обращаться контролом или тому подобное, получите exception. Вот, поэтому всегда, пожалуйста, смотрите ваши таски. У нас там уже времени не осталось. Пару еще моментов, которые рекомендую посмотреть в презентации, более детально разобраться. Если есть возможность консолить операции, консолите, есть cancellation token. Если какие-то делаете HTTP request, мы взяли за практику такую вещь, писать, например, await и добавлять туда еще таск when any и второй параметр добавлять таск delay и ставить timeout. И, соответственно, смотреть, какая первая выполнится. Если это не наш HTTP call, то мы консолим, соответственно, таску и все, и забываем ее. То есть это очень полезно. Не используйте wait result, get a waiter, get result. Это, скорее всего, что-то делаете не так. Это может быть в конструкторе. Не делайте так. Напишите лучше какую-то фабрику, которая вам будет порождать объекты. Если вы используете какие-то lazy, то вот там в библиотеке, которую я приводил, есть имплементация async lazy и тому подобное. Если не можете, в property, наверное, тоже, но если будете пытаться, то лучше напишите метод. По поводу синхронизации очень хорошую вещь мы нашли lock-free dictionary, который не блокирует вообще, даже если вы берете там, например, каунты. Очень классная имплементация. И посмотрите в сторону system collection immutable. Ну и то, что я говорил, если у вас какой-то есть блокинг, да, вот такой вот, есть блокинг async analyzer, будет с isp.net core 2.1 у них для контроллеров. Вот это blocking detection называется. И есть async analyzer тоже от Бена. Полезные линки почитать, что если вы заинтересуетесь этим больше детально, именно от людей, скажем так, from the source. Это Stefan Cleary, Lushin, да, то есть по fx team. Там, правда, не обновлялись, давно посты, но, скажем так, код еще как 5 лет назад был, так он и остался, грубо говоря. Asynchronous pattern. Там очень много есть паттернов, как работать с await'ами. Вот Сергея Теплякова, постов, серия постов, но она больше такая deep dive. Там как писать свои await'ы и тому подобное. И времени у нас не осталось, но я еще буду целый день здесь, поэтому подходите, не стесняйтесь, задавайте вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...